Как это растение называется, не знаешь? Я их в Крыму первый раз увидел. В общем, вот такие посоленные, здоровенные. Это грецкий орех. Но он еще не созрел. На участке дерево растет. Мы собрали в прошлом году 17 килограмм. Уже очищенного. Мы его уже очистили, выпотрошили. Один килограмм стоит, по-моему, рублей 300. А сейчас мы находимся на улице Рублевка. Это, кстати, Герман. Герман, привет. А это Дима. Абхазская спина. Привет. А на улице Рублевка здесь дома, говорит, стоит миллион двести вот этот дом. Ну, сейчас уже побольше, да, наверное? Да, сейчас уже. Такая, знаете, среднестатистическая российская... Ну, не российская, а Краснодарская кубанская деревня, то есть. Такая глушь, да? Это глушь, считается, да. Ну, то есть, как глубинка. У нас есть Икея, Макдональдс, Киевси, Бургер Кинг, Аквапарк, Аймакс, Кнотеатр. Но это поселок, это деревня. Смотрите, какие там машины стоят. Просто бэха. Вот такие вот деревни. Коммуналка очень дешевая. У меня, получается, дом 300 квадратов. Я зимой плачу за весь дом. Это отопление, это электричество, это вывоз мусора. Вообще, вот все-все-все-все-все-все где-то пять тысяч. Это зимой, это самые дорогие, самые дорогие месяцы. Это декабрь, январь, февраль. Все. То есть, ну, там, газ потом снимается, это минус тысяча, где-то минусы. Ага. В доме живет 12 человек где-то в среднем, 10-13. Слушай, так это вообще бизнес? Да. Покупаешь здесь дом, и сдаешь его, и живешь где хочешь. Почти многие так и делают. Скупаешься тут два дома рядом, таунхауса. В одном ты живешь, из другого ты делаешь две квартиры, и сдаешь. Ну, так пенсионеры делают. Офигеть. Трис очень дешевая, и сейчас не могут продать. Поэтому, если захочешь купить этот дом, тут... Ну, не проблема. Вообще не проблема, то есть, и цену с кем-то, что-то это сделать. Вон школа деревенская. Вот эта сторона еще Адыгея считается. А вот там уже Краснодар идет. Вот видите дома вот эти? Там уже центр. Идут большие пробки. Мы сейчас находимся в торговом центре. Просто здоровье нам называется. Мега называется. И здесь первый этаж. То есть, получается, это автобусная остановка. Ну и парковка сразу, да? Ашан, гипермаркет. Замечательный бренд такой, каждый день они вообще все производят. Абсолютно все. Абсолютно лазанья стоит, отлично. А, не знаю, посмотри. Но оно все дешевле, чем у других брендах. Лазанья? Вот, 7 рублей. Он реально вкусный. Вот, наверное, я базарю, он вкусный. Да, я знаю. Вот консерва, каша перловая, 21 рублей. 24 гречка. 24 гречка. 22. А там тушенка. 22. 22 рубля тушенка. Водка, короче, называлась Каждый день, потом до них дошло, и они сделали АКД. И название здесь было раньше Водка Каждый день, а сейчас на Водка КД. Так раньше было на Водке, и на Пиве написано тоже Каждый день. Зашли в Икею, а здесь все вот так. То есть, как бы получается полностью комната. Комната, да? Да. Вот, если ты захочешь, допустим, обустроиться как в Икею, то вот у тебя уже полностью решенная. Да, то есть подушки, полочки, все, все, что видите, все можно купить. Компания, хоть и голландская, она позиционируется как шведская. Вот, смотри. А, ну да. Своей даже обложки нету, но все на шведском языке. Чтобы люди не воровали, хотя я думаю, что такие, как мы бы взяли с радостью и на шведском языке. у Икеи все называется по-шведски. Что это? Килик, это что-то означает на шведском. Он плоп. То есть, я покупаю он плоп. А это шкаф, да? Ординг. Ну вот здесь. А, то есть, это название самого продукта, не бренд никакой. Белблад. Бейблад. То есть, там и в честь каких-то героев скандинавских, насколько я знаю, и в честь животных скандинавских. То есть, тут все с такой скандинавией головного мозга. То есть, тут это можно язык учить, то есть, консис. Вандринг игел, игелкот. Игел это иглкот, а это келгрис. Келгрис. Я таких, это, в аппарате вытаскиваю. Ну да, ну правда, потратишь на них, пока вытащишь. Да, ты знаешь, последний раз с первого раза. Да? Кстати, я вот вытащил, Лизе подарил, Лизе тебе привет, кстати, если ты будешь смотреть. Шведские всякие, шведская продукция, да, продукты? Ну, обойди, подходит. Какие-то шоколадки, рис тут, кешью. Вот такие горчицы для хот-догов прям все клево, кетчуп, мясо, какой-то мясной продукт. Купил вот такой хот-дог за 48. И шведские сосисочки здесь, горчица, кетчуп, да, все, шведская. И пончик. Кстати, Pepsi какое-то эксклюзивное. И Pepsi какое-то эксклюзивное. С Майкланджексоном. Пончик стоит 20 рублей. Сейчас попробую чудо-пончик за 20 рублей. Что-то, ну, выглядит вроде неплохо, но мне кажется, это не очень. Он очень цикл. Нормально. Приехали мы в Краснодар. Ребята, мне сейчас будут все показывать. Вот что это, например, вот что это? Обелиск. Обелиск. Подходишь к обелискам лазером. Ну, еще смотрите, господа, это лайфхак. Если очень жарко, вот чем головной убор. У меня телефон, я не буду сейчас набирать прямо воду и на голову. И это кайф прям вообще нереальный. Вот попробуй вот здесь. такси делаю, да, здесь? Нет, такого. Я так и две делаю. Опа. Я хотел сделать это в Кабаровске. Я хотел сделать это в Воронеже. И теперь я сделаю это в Краснодаре. И погнали! А! На полпути его выключили, надо обратно. все, погнали! Ой, у меня только нога промокла. И бочина. Это весело. Если ты в трусах гуляешь, все шикарно. В выходные дни перекрывают всю эту улицу и люди гуляют пешком туда и туда. в Кабаровске. В Кабаровске. есть такая, то, что здесь не пилят деревья, а пилят дома под деревья. И здесь такое вот дерево. Такое странное. У нас таких не растет. Без кожуры совсем. Хотел бы подметить то, что здесь через каждые 10 метров есть урны. И тут, в принципе, чисто. Вот смотрите, здесь, здесь, там, туда, туда, во все стороны. Во многих городах это большая проблема. Например, в Петербурге даже в том я нес глючок, где километр просто там негде. А это нормально, что дети купаются в фонтанах? Да, разрешено. Разрешено? В электричество нету? все такого. Нет. Получается, в этом пешеходном переходе год назад, причем это пешеходный переход почти в центре Краснодара, чувак ехал на велосипеде, к нему подошла пьяная компания из 5 человек. Причем тут камеры все есть. Стали к нему спрашивать, что за велосипед. Пытались у него это велосипед отжать, он не дал, его ножами затыкали. Он выполз, короче, и в больницу помер в первую течение. А велико, велико гнали. Прямо в центре города. Это год назад, было? Вот это речка Кубань, Кубанка, Кубанка, Кубанка. Вот мы и уже в Адыгее. Самая большая республика в России, кстати. На самом первом месте в конце. Все, мы в Адыгее, то есть там еще был Краснодар, а уже Адыгея. Виноград? Кисловат немного. Но я не сам успел и веточку оторвал. Потому что то, что за забором все. Еще смотрите. Виноград. Виноград. России. Но тут есть какие-то такие мелкие фишечки. Например, южные какие-то растения. Это грецкий орех, это виноград растет, и яблоки везде. Вот эти вот странные деревья с какими-то длинными палками. Я не знаю, что это за такое. Но такое уже растет в Крыму. Помните, я был крайне удивлен тем, что с Краснодаром очень близко все. Это Грозный, это Махачкала, это Турция, Абхазия, Европа, как все близко. И я такой почесал бороду, покрутил усы и думал, блин, может быть закончить свое путешествие с заходом в Чечню, в Дагестан. Я все думал, думал, сутки целые. И думаю, блин, хочется. И уже как бы Крым тут 200 километров. И это опять удлинит мой маршрут, и я уже здесь честно устал. И тут мне раздается звонок, ну, точнее, мне пишет ВКонтакте Валера, дальнобойщик, который меня подвозил собственно до Краснодара. И он мне пишет, Костя, срочно дай мне свой номер. Я такой, блин, что произошло? Может быть, вещи какие-то забыл, или что случилось? Зачем так срочно номер он мне просит? И он мне пишет, что Костя, я еду в Махачкалу. И он завтра разгружается в Ростове, потом едет в Ставрополь, а потом он уже едет сразу в Махачкалу. И он говорит, что я могу тебя подобрать в Ставрополь. Я посмотрел на карту, как туда добраться автостопом, и, в общем, это весьма проблематично. Ну, там довольно-таки извилистая дорога, я покажу скриншот на карте, потому что это действительно стрёмно туда добираться. О, если ты разгружаешься в Ростове, давай тогда я приеду завтра в Ростов. Ну, то есть он будет в Ростове где-то в обед разгружаться. Чего я хожу, блин, я всегда хожу. То есть он завтра разгружается в Ростове, потом загружается в Ростове, и это будет где-то до часов пяти вечера у него. Я подумал, что, блин, я, наверное, не успею. Тут, в принципе, 270 километров, я думаю, думаю. и я пришел к такому выводу, что поеду-ка я на автобусе в Ростов. Билет туда стоит 500 рублей. Я выйду завтра утром, в 9 часов автобус отправляется, в полтретьего он уже в Ростове. Я встречаюсь с ним, жду-ка, там все загрузят, разгрузят, и еду, собственно, с ним в Махачкалу. Это около тысячи километров, только в одну сторону. И, ну, вот такой вот план у меня. В общем, это будет, знаете, как-то в Крым добраться уже как-то слишком просто и как-то слишком быстро. Ну, не то, что быстро, конечно, я уже два месяца гуляю. Ну, блин, побывать рядом так с Чечней, с Дагестаном и туда не зайти. Ну, просто, а когда еще? Ну, вот, реально, когда еще я смогу поехать и посмотреть? Я не говорю то, что я там буду долго жить, я поверхность-то просто посмотрю на города, с кем-то, может, пообщаюсь. Это будет такая вишенка на торте моего большого трипа. И думаю, то, что вам, моим зрителям, это тоже будет интересно, посмотреть моими глазами на Махачкалу, на Дагестан, на Грозный. Я хочу разгрузить свой рюкзак, я хочу вынуть палатку и хочу вытащить какие-то тяжелые, теплые вещи, термобелье, кофту там и еще что-то. Сделать свой рюкзачо полегче. Вещи я оставлю здесь, а когда вернусь обратно, я все обратно заберу и доеду уже до Крыма. Как вам такой план? Что вы думаете? Я думаю, это очень крутая идея, крутая затея. Одену кепку и поеду завтра в Ростов, а после мы поедем в Махачкалу.